Ленинградский институт текстильной и лёгкой промышленности и Брестский государственный университет имени Пушкина. Такова образовательная биография сотрудницы Музея спасённой художественной ценности Натальи Петровой. Постоянно занимаясь творчеством, имея за спиной багаж знаний, женщина всё время хотела делиться тем, что она умеет с другими. Сначала это были занятия для молодёжи в учреждениях дополнительного образования, а позже они переросли в творческие встречи и мастер-классы со взрослыми людьми. В очередной раз Наталья решила поделиться с брещанами секретом такой техники, как батик. Росписи, картины, какие-то, допустим, создания интерьера дома, может уже применяться широко. Шторы, катерти. Батик или ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов, известных человечеству с древних времён. Родина искусства украшения считает Индию – страну, где в изобилии природные красители, благодаря которым и появились разные способы расцвечивания тканей. В особом ряду стоит узелковый батик – техника создания ярких, необычных узоров. Искусство батика многогранное. Вот оно в себя включает и один из древнейших видов – узелковый батик. Когда одежда окрашивается при помощи погружения в красящее вещество, это может быть температурный режим кипения. И когда одежда изымается из этого раствора, развязываются узлы и получаются причудливые узоры. Смешивание красителей, приготовление водного раствора, заматывание узлов и непосредственно окрашивание – вот основные этапы, которые проходят изделия – будущее произведение дизайнерского искусства. Так, без лишних затрат, могут менять свой имидж многие вещи, которые давно залежались в шкафу в ожидании новой примерки. Спасибо. Спасибо.